С вами новости Анапы в студии Ольга Жмак. Здравствуйте! Итак, о главных событиях курорта сегодня в нашем выпуске. Отменить 4 марта с завтрашнего дня требования о предъявлении QR-кода о вакцинации. Снятие ограничений. На Кубани отменили обязательные QR-коды при посещении мест массового пребывания. Есть определенные подвижки у нас с точки зрения нашей налоговой и неналоговой политики, но это все результат совместной работы. Бюджет растет. Доходную часть казны города-курорта планируют увеличить до 9 миллиардов рублей. Проблем со сбором документов нет никаких, потому что все граждане приезжают с основными документами. Упрощенная процедура. Для получения единовременной выплаты вынужденным переселенцам из Донбасса помогут оперативно оформить все документы. С завтрашнего дня в Краснодарском крае отменяется проверка QR-кода при посещении общественных мест от торговых центров до гостиниц. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Внянин Кондратьев. В работе совещания в режиме видеоконференции участвовал мэр Анапы Василий Швец. Требования о предъявлении QR-кода о вакцинации от ковида при заселении в гостинице, посещении торговых центров, кинотеатров и других местах массового пребывания людей действуют по сей день. Сегодня на заседании краевого оперативного штаба было отмечено, что пандемия сбавляет обороты. Я бы хотел, еще раз подчеркиваю, с вами обсудить послабления, которые, я считаю, мы можем сегодня сделать, исходя из сложившейся фактической обстановки. Все меры, которые мы принимали, они были вынуждены, подчеркиваю, вынуждены не потому, что мы хотели, а потому что мы считали, что это единственное правильное было решение на тот период, чтобы сдержать ковид, сдержать пандемию и сохранить и здоровье, и жизни жителей, ну и, конечно, сохранить экономику. И не просто стабильную экономику, а развивающуюся экономику. И сегодня-сегодня мы должны посмотреть на фактическую ситуацию, еще раз говорю, и скорректироваться. Я считаю, в сторону послабления. Мое решение отменить с 4 марта, с завтрашнего дня, требование о предъявлении QR-кода о вакцинации при посещении всех объектов, если хотите, жизнедеятельности, в том числе и торговых центров, и досуговых, и кинотеатров, и театров, и гостиниц в нашем крае. Также сегодня было решено, что с 7 марта в крае восстанавливают плановое медицинское обслуживание. Поликлиники возобновят диспансеризацию, больницы, госпитализацию. Начнется поэтапный перевод ковидных госпиталей в обычный режим работы медицинских учреждений. А еще через неделю, с 14 марта, в торгово-развлекательных центрах откроются фудкорты и детские игровые комнаты. Важно помнить, что при этом сохраняются ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Не более 500 человек. Также никто не отменял масочный режим. Никита Бойко, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае идет на спад. За минувшие сутки в регионе выявлено 1508 новых пациентов. Это почти на 800 меньше, чем накануне. Среди заразившихся 610 мужчин и 898 женщин. Из них 107 детей. Самое большое количество заболевших по-прежнему отмечается в Краснодаре – 501 человек. В Анапе зарегистрированы 25 новых случаев. В ближайшие два года три школы Анапы получат на капитальный ремонт около 200 миллионов рублей. Это решение было озвучено сегодня на сессии Совета муниципального образования. Заседание провел председатель Анапского парламента Леонид Красноруцкий. В работе приняли участие мэр Василий Швец и исполняющий обязанности межрайонного прокурора Владимир Колесников. Бюджет Анапы в этом году вырастет до 9 миллиардов рублей. Львиная часть расходов – более 75% – традиционно будет направлена на социальный блок. Мэр города-курорта подчеркнул, что увеличение доходной части стало возможным благодаря привлечению краевого и федерального финансирования, а также собственной налоговой политики. Вспомните 2020 год. Мы все вместе с вами радовались. Это были тоже очень серьезные достижения. Двигались вперед. Было 5,5 миллиардов. Каждый год будем наращивать все вместе. Да, много программ, краевые, федеральные. Есть определенные подвижки у нас и с точки зрения нашей налоговой и неналоговой политики. Но это все результат совместной работы. Мэр добавил, что в бюджете заложено финансирование на реализацию депутатами наказов анапчан. Общая сумма на эти цели – около 120 миллионов рублей. Дополнительное финансирование в ближайшие два года получит сфера образования Анапы. На капитальный ремонт трех школ выделено порядка 200 миллионов рублей. Основная часть – средства федерального и краевого бюджетов. Ремонт ждет школы номер 9, 11 и 26. Я считаю, что нам надо воспользоваться этой программой, ну и надо отнестись к этому правильно, чтобы не сорвать учебные процессы, но добиться результата ремонта большинства нашей школы. Желательно все школы отремонтировать, пока есть такая программа. В ходе заседания мэра Анапы сделал акцент на том, насколько масштабная работа сейчас проводится руководством страны и региона по поддержке малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства. Василий Швец рекомендовал всем службам максимально широко разъяснять бизнесменам информацию о способах господдержки. Доносите, доводите эту информацию до всех субъектов малого и среднего бизнеса, до всех. Через все доступные нам возможности коммуникации взаимодействия с ними. У нас принципиально не на полпроцента не повысился, а наоборот даже будет понижаться. В крае все процентные ставки по фонду микрофинансирования, по фонду развития промышленности, по всем остальным, по фонду развития бизнеса, по всем остальным нашим институтам господдержки. И ими пользоваться надо. Также на сессии были приняты кадровые решения. На должность начальника управления торговли и потребительского рынка согласован Максим Сердюк. Его стаж муниципальной службы около 10 лет. Он работал в управлении по санаторно-курортному комплексу, возглавлял управление инвестиций перспективного развития мэрии Анапы. А новым начальником управления жилищно-коммунального хозяйства станет Александр Мичурин. В его послужном списке работа руководителем Центра развития и оказания курортных услуг, а также Центра инновационного и социального развития Анапа. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Также на сегодняшней сессии мэр Анапы сделал заявление о ситуации на Украине. Василий Швец поблагодарил всех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Нам всем надо объединиться вокруг нашего президента, вокруг тех решений, которые сегодня судьбоносны не для нашей страны, а для мира. Потому что сегодня, ну, негромкие слова, мы сами себе прекрасно понимаем, что наша с вами страна, она и является гарантом мира. Искренне благодарен тем из вас, кто активно принимает сегодня участие в поддержке моральной, материальной в том числе. Серьезную работу провели уже в том числе наш бизнес-сообщество. В управлении социальной защиты в городе Анапе продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. Краснодарский край не входит в перечень регионов, где принимают и размещают группы жителей Донбасса. Однако многие приезжают на Кубань к своим родственникам и знакомым. По поручению президента каждому переселенцу полагается единовременная выплата – 10 тысяч рублей. В Анапском управлении соцзащиты помогают людям оформить все необходимые документы. Одна треть – это дети. Дети самостоятельно не обращаются за выплаты. За выплаты обращаются в обязательном порядке их законные представители. Дальше идет возраст, наверное, вот так возьмем, от 20 до 40. И одна треть – это граждане, которые после 60-ти, вот они приходят тоже к нам за этими выплатами. Подавляющее большинство – это женщины. Заявления от вынужденных переселенцев начали принимать с 19 февраля. За это время в Анапское управление социальной защиты населения обратилось около 400 человек. Их заявления и копии документов максимально оперативно отправляют в Ростовскую область, правительство которой обеспечивает выплаты. Проблем со сбором документов нет никаких, потому что все граждане приезжают с основными документами. Это паспорта, причем паспорта все, которые у них имеются в наличии. Мы не ограничиваем. Это может быть паспорт Российской Федерации, это может быть паспорт ЛНР, ДНР, это может быть паспорт Украины. Обязательно, если есть несовершеннолетние дети, то родители представляют свидетельство о рождении. Причем мы не заставляем родителей идти делать нотариально заверенные переводы, если эти свидетельства о рождении заполнены на украинском языке. Мы берем те сведения, которые занесены именно в свидетельство о рождении. И в обязательном, конечно, порядке нужен еще номер расчетного счета, который они заполняют самостоятельно. Поэтому тем гражданам, которые приходят к нам, первый вопрос мы задаем, есть ли у них открытый расчетный счет. Если нет, то мы предлагаем им пройти в ближайшее отделение банка, открыть расчетный счет и подойти к нам. Анапчане продолжают высказываться в поддержку проведения специальной операции на Украине и решений президента России по признанию независимости Донецкой и Луганской республик. Сегодня с такими заявлениями выступили представители Федерации смешанных единоборств и боевых искусств города-курорта. Уважаемые жители и гости города Анапы, а также граждане Российской Федерации, я обращаюсь к вам от лица Совета сторонников партии «Единая Россия» Анапского местного отделения партии «Единая Россия», а также от лица Федерации смешанного боевых искусств ММА города Анапы. Мы поддерживаем решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за признание независимости Донецкой народной республики, а также Луганской народной республики. Мы своих не бросаем. Оказываем всестороннюю помощь беженцам Донецка и Луганска. Центр гуманитарной помощи находится по адресу город Анапа, улица Крымская, 125. Мы за мир. Сумаева Замат, руководитель Федерации РУШУ Анапы. Полностью поддерживаем нашего президента в признании независимости Донецкой и Луганской республики. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы планы. Россия – великая страна, и своих не бросаем. Россия. Спа-салон «Шоколад» порадует клиентов скидками и подарками в канун 8 марта. Комплекс был открыт в прошлом году на базе шоколадной фабрики Дианы Руди и быстро набрал популярность в среде напчанок. Его особенность – процедуры с использованием шоколада и какао-масел. А не так давно список оказываемых услуг расширился. В салоне появился современный косметологический аппарат и фитобочка. Этот косметологический аппарат приехал в Анапу прямиком из Южной Кореи. Современный прибор с набором из 12 функций стал настоящим помощником врача Ирины Степановой. Она специализируется на косметологии уже более 10 лет. Поэтому в первую очередь Ирина заботится не только о внешней эстетике, но и о здоровье кожи. В списке возможностей аппарата разнообразные процедуры – от чисток лица до аквапилинга, подтяжки и лифтинга. Впрочем, корейская разработка – далеко не последняя новинка спа-салона «Шоколад». В одном из кабинетов появилась вот такая фитобочка из кедра. Расслабляющая процедура с саромомаслами снимает стресс, а главное – укрепляет здоровье, сердечно-сосудистую систему, улучшает качество кожи. Сеансы особенно полезны для людей, переболевших коронавирусом. Ведь фитотерапия помогает во время реабилитации. Кстати, сейчас в спа-салоне «Шоколад» можно выбрать подходящий комплекс процедур по выгодной цене. Мы сейчас, перед 8 марта, предлагаем приобрести такие сертификаты, подарить своим женщинам такой замечательный уход, возможность провести приятное время, отдохнуть и поправить, в том числе, свое здоровье или укрепить. Подарочные сертификаты могут приобретаться как на косметологические процедуры, так на спа-процедуры, так на массаж различный. У нас есть наиблорефексотерапию. И все, что будет приобретено до 8 марта, на эти программы, на любые, у нас будут подарки. Это либо услуги, либо это скидочные программы. Главное, на чем специализируется спа-салон – процедуры с использованием шоколада. В ванны по рецепту французской фрейлины «Маркизы де Пампадур», шоколадные обертывания, омолаживающие комплексы, горячий пилинг и многое другое. А пара часов в салоне станет прекрасным подарком на 8 марта. Спа-салон «Шоколад» расположен по адресу улица Самбурова, 58. Записаться на прием можно по телефону 8 953 592 9035. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Смотрите выпуски на сайте anaparegion.ru или на наших страницах в социальных сетях. Сейчас на канал нашей творческой группы можно подписаться и в Телеграме, если вести поиски новости Анапы. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин